Приглашаю всех пойти вместе с нами в кино. Мы уже давно собирались посмотреть этот фильм. Фильм о Белвесе Бресли, которого я очень люблю. И мне нравятся его песни, музыка, стиль. И вот этот день пришел, и мы пришли в наш кинотеатр Galaxy. В кинотеатре много разных залов. Залы небольшие, но очень комфортабельные, с такими удобными креслами. И по доброй традиции во всех кинотеатрах в начале нам полчаса показывали анонсы новых фильмов. С большим удовольствием посмотрела кадры из нового фильма, продолжение фильма «Аватар». Это мой любимый фильм. Обязательно приду и посмотрю, как в этом декабре. Звучит такая красивая музыка. К сожалению, я не могу ее оставить, потому что YouTube меня не пропустит. Просто посмотрите эти кадры. Конечно, многие уже видели этот фильм, первый фильм «Аватар». И посмотрите, что будет во втором фильме. По-моему, все теперь будет действие происходить под водой. Думаю, что добро победит зло, любовь победит нелюбовь, и все закончится замечательно. И очень бы хотелось, чтобы второй фильм не был хуже, чем первый, потому что первый фильм был прекрасен. И называться он будет «Аватар – The Way of Water» «Аватар – Дорога воды» в кинотеатрах в этом декабре. Следующий фильм «Don't worry, darling», «Не беспокойся, дорогая». Или «Дорогой». Тут уж я даже не знаю точно. Чувствуется фильм о любви, о том, что не всегда любовь бывает прочной и вечной. Может преподнести много сюрпризов, и, наверное, за нее стоит бороться, если это настоящая любовь. Все это происходит на фоне красивых калифорнийских видов. Чувствуется, что это не современный фильм. Ну, фильм современный, но не о современной жизни. А драма о любви всегда современна. И, наверное, почти всегда одинаково. Так много показали и кусочков из этого фильма, что я даже примерно стала представлять, о чем это фильм. О том, как девушка решила найти свой путь для того, чтобы вернуть любимого. Или просто, чтобы не потеряться в этой жизни. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Фильм кажется довольно динамичным, интересным, ярким. Я думаю, что я хочу его посмотреть. Видите, какой есть даже положительный эффект в том, что показывают анонсы других фильмов перед фильмом, на которые ты пришел. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Реклама работает. И еще один мультипликационный фильм Боус о Фьюри. Лапы ярости. Вот я такие фильмы люблю. Я, наверное, уже доросла по своим собственным способностям до детских фильмов. И мне ужасно нравится смотреть эти фильмы. Они довольно-таки часто бывают интересные, динамичные, развлекательные. Яркие, красивые. Тоже, наверное, посмотрим, если будет время, желание в этом июле. Вот и пролетело время рекламы, рекламных роликов, анонсов будущих фильмов. И начался фильм, на который мы пришли. Фильм об Элвисе Бресли. Как жалко, что я не могу оставить музыку. Музыка очень красивая, передающая настроение или создающая настроение для этого фильма. Вот идут пока первые кадры. Но, конечно же, я не буду вам рассказывать содержание фильма. Но, понятно, фильм об Элвисе Бресли. И, конечно, хочу сказать, что фильм мне понравился. Фильм сложный. Фильм рассказывает о сложной судьбе артиста, как ему тяжело приходится в шоу-бизнесе, как появляется рядом с любым талантливым человеком, появляются манипуляторы, которые пытаются заработать на тебе деньги любыми путями, честными и нечестными. И, в конце концов, просто убивают талантливого артиста. Очень жалко. Я очень люблю этого артиста. Я люблю его песни. Особенно, когда сейчас их освежили в фильме. Я ведь не все песни, наверное, слышала в своей жизни. Элвиса Бресли. Просто трогательно. Очень трогательный и грустный фильм. У Элвиса осталась жена, дочка, они до сих пор живы. И те люди, которые наживались на нем, которые обманывали Элвиса Бресли, в конце концов, наказаны. Вот такой конец. Но, конечно, моменты были такие, что хотелось и заплакать. И такие удивительно красивые песни. И такой проникновенный голос. Элвис Бресли, ты самый замечательный и незаменимый. Субтитры сделал DimaTorzok Фильм закончился. Мы ужасно проголодались. Фильм был два с половиной часа. И первым делом побежали в близлежащий мексиканский ресторан. Мы любим мексиканскую еду. Вот себе заказали всего вкусного. К сожалению, не успела снять, как он поджигал там что-то. Но наелись довольные. Как говорится, получили и хлеба, и зрелищ. Так что моя рекомендация. Этот фильм хороший. Спасибо, что приходили в гости.